Эреванское ханство, латинизируется, Занатье-Эреванский, Армения, запятая латинизируется, Эриуани-Ксаноут-Апострофиунь, Азербайджан, Эреванская Ксанльк, запятая также известная как Чухур-Есаде, было ханством, то есть провинцией, которая была основана в офшарицком Иране в 18 веке. Он занимал площадь примерно 19 500 километров 2, и соответствует большей части современной центральной Армении, в Игдыра провинции Карсес-Кага из Монрайонов современной Турции и Шарур-Исадарак районах Нахчеванской автономной республики современного Азербайджана. Столица провинции Эревань была центром иранской обороны на Кавказе во время русско-иранских войн 19 века. В результате поражения Ирана в последней русско-иранской войне, он был оккупирован российскими войсками в 1827 году, а затем передан Российской империи в 1828 году в соответствии с туркменчайским миром. Сразу же после этого, территория бывшего Эреванского ханства и соседних Нахчеванских ханств были объединены в Армянской области в Российской империи. Администрация во время иранского правления королей, Шахия, назначали различных губернаторов председателями своих владений, создавая таким образом административный центр. Эти правители обычно носили титул хан или бегларбек, а также титул сардара, вождь. До создания ханства, то есть провинции, иранцы использовали ее реванскую провинцию, также известную как Чахур-э-Саад, для управления примерно той же территорией. И провинция эпохи Сифевидов, и административная единица эпохи Занды и Каджара, также были известны под именем Чахур-э-Саад. В эпоху Каджаров члены королевской династии Каджаров были назначены губернаторами эреванского ханства до российской оккупации в 1828 году. Таким образом, главы провинциального правительства эреванского ханства были напрямую связаны с центральной правящей династией. В административном отношении ханство было разделено на 15 административных округов, называемых Маалс, с персидским в качестве официального языка. Местная бюрократия была смоделирована по образцу центрального правительства, расположенного в Тегеране. Вместе с Нахчеванским ханством эта территория входила в состав Иранской Армении, также известной как Персидская Армения. Эреванское ханство составляло основную часть Иранской Армении. Оставшиеся окраины исторической Армении под властью Ирана были частью Карабахского и Генджинского ханств, а также королевства Картли-Кахети. Тюрки и тюрки были самой большой группой в ханстве, но они состояли из трех ветвей – оседлые, полуоседлые и кочевые. Как и персидская правящая элита, некоторые из них погибли в войне 1826-1828 годов против русских. Основными оседлыми тюркскими группами в ханстве были Баят, Кангарлу, Айрунлу, Ак-Каюналу, Каракаюналу, Каджары, а также тюркизированные казаки. Т. Е. Карапах. Большое количество тюркских групп, насчитывающие около 35 тысяч человек, были своего рода кочевниками. Как и курды, у некоторых тюркских групп были определенные районы, куда они переезжали на лето и зиму. Тюркские кочевники были важны для местных персидских правителей своим животноводством, ремеслами и лошадьми, которые они обеспечивали конницей. Оседлые тюрки составляли большой процент рабочих в сельскохозяйственном секторе. Вместе с курдами кочевые тюркские группы использовали около половины территории ханства для своего скотоводческого образа жизни. Между ведущими тюркскими группами существовало соперничество. Из-за кочевого характера многих тюркских групп они были расположены во многих районах. Они были обильно представлены в центральной и северной частях ханства. Где контролировали маргинальные пастбища. Между тюркскими кочевниками и курдами существовало традиционное чувство вражды. Карпапах и Айрумлы были крупнейшими тюркскими кочевыми группами. Большинство из них были переселены в Азербайджан, исторический Азербайджан, также известный как иранский Азербайджан, с помощью аббаса Мерзы после 1828 года. Персы персы были элиты в регионе и были частью оседлого населения. Термин персы в этом конкретном вопросе относится к правящей иерархии ханства и не обязательно обозначает этнический состав группы. Таким образом, среди правящей персидской элиты ханства были этнические персы и турки. Эта правящая элита состояла в основном из членов семьи губернатора, его ближайших соратников, офицерского корпуса, членов местной персидской бюрократии и некоторых преуспевающих торговцев. Персидская правящая элита составляла меньшинство среди мусульман ханства. Во время войны 1826-1828 годов, приведшей к завоеванию России, часть персидской правящей элиты была убита, оставшаяся часть в основном мигрировала целиком в собственный Иран после того, как русские окончательно установили контроль над провинцией. Продолжение следует...